Здравствуйте! 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву вынес первое решение в деле, касающемся задержания трех украинских военных кораблей, или же дела Украины против Российской Федерации. Напомню, это дело о инциденте, об агрессии российских военных судов против двух украинских катеров и буксира, то есть Березянск Никополь и Яни Капу, в результате которого Россия раздолбала пару своих кораблей пограничную охрану, но и параллельно с этим обстреляла украинские де-факто речные катера, нанеся им вред, ранив нескольких моряков, и после чего обвинив моряков в незаконном нарушении государственной границы Российской Федерации. После чего в Украине вводилось военное положение, после чего, скажем так, было несколько разбирательств в Европейском суде по правам человека, в том числе об улучшении содержания украинских моряков. И, кстати, несмотря на непризнание дикции СПЧ на территории РФ, Россия выполнила это решение, несколько облегчив условия содержания. Но, как бы там ни было, дело сейчас рассматривается в Международном морском трибунале. Это достаточно серьезная вещь, потому что Конвенция по морскому праву, основополагающая, в соответствии с которой утвержден трибунал, она ратифицирована обеими государствами, и Украиной, и Российской Федерацией, там с небольшими оговорками, например, и та, и другая сторона при ратификации, Россия это сделала в 97-м году, Украина в 99-м, сделали оговорку, что не признают действия Конвенции на действия, касающиеся военных операций и военных кораблей. Ну, как бы там ни было. Давайте остановимся на самом решении и на определении, и на том, как происходило рассмотрение дела. Итак, после того, как украинские моряки были задержаны, после того, как украинские моряки не были возвращены в Украину, корабли находятся в порту Керчи, Украина пыталась воздействовать дипломатическими методами и через международные суды, в том числе и через ЕСПЧ, реакции России не было. Закончилось это тем, что 31 марта 2019 года Украина подала исковое заявление в Международный трибунал по морскому праву. Тут, конечно, есть определенные вопросы, в том числе к украинским дипломатам, прошу прощения, почему это было сделано только 31 марта 2009 года, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, пусть через несколько месяцев, но как бы там ни было. Подали. Международный трибунал работает следующим образом, то есть поступают жалобы, либо заявления, либо иск от одного государства, соответственно, второе государство признает юрисдикцию трибунала и начинает работать. Политика России была достаточно интересна, она остается такой до последнего момента, то есть что делает Российская Федерация. Российская Федерация отказывается принимать участие в трибунале, говорит, что на нее не распространяется на этот именно инцидент юрисдикция данного трибунала, потому что этот инцидент носит исключительно военный характер. И вот тут достаточно занимательно. Если помните, получилась забавная ситуация, что Российская Федерация всячески утверждала, что задержание проводилось пограничной охраной, что это полицейская операция, однако Россия документально, еще раз подтверждаю, Российская Федерация документально в официальном письме, направленном к Международному трибуналу по морскому праву, заявила, что задержание украинских кораблей является военной операцией. То есть, если мы идем к конвенции по морскому праву и в определение агрессии документами ООН, то Российская Федерация официально призналась в агрессии против Украины. С другой стороны, для Украины, учитывая непризнание именно юрисдикции трибунала именно по военным операциям, это было несколько невыгодно, и позиция Украины была в несколько иной сфере, что данная операция не являлась военной с обоих сторон. То есть, факт агрессии Украины, естественно, не отрицала, однако позиция украинской стороны заключалась в том, что украинские катера и буксир шли через Керченский пролив и осуществляли мирный проход, и таким образом позиция Украины не являлась позицией проведения военной операции, несмотря на все, скажем так, разногласия с Российской Федерацией, несмотря на напряженные дипломатические отношения. Украина подала свой иск, в иске она, среди прочего, требовала освободить корабли, прекратить уголовное преследование моряков, освободить моряков, давая полный список арестованных военнослужащих Российской Федерации. В ответ Российская Федерация снова-таки заявляла о том, что это неприменимо, и что, еще раз повторю, Россия отказывается принимать участие в работе трибунала, но трибунал ссылается на прецедент, который уже был с Российской Федерацией, а именно иск Королевства Нидерландов против Российской Федерации по аресту корабля «Арсик Санрайз», где Россия точно так же пыталась заявлять, что она проводила либо военную операцию, либо иные операции, и это не подпадало под юридикцию трибунала, тем не менее, даже в отсутствии российского представительства, дело было рассмотрено, и решение было в пользу Нидерландов, и Российская Федерация его выполнила, потому что нарушать решение морского трибунала, трибунала по морскому праву, это как-то нехорошо. При этом трибунал отметил в своих документах, и это очень важно для Украины, еще одну забавную вещь, а именно официальный пресс-релиз Федеральной службы безопасности Российской Федерации после задержания украинских кораблей. ФСБ ссылалось на статью 30-ю Конвенцию ООН о праве на море 82-го года, то есть ту статью, которую она признает, которую оцифицировала и так далее. И вот тут интересно, то есть я сейчас ее зачитаю, русский перевод, и сравните с действиями Российской Федерации, даже в случае военных кораблей. «Если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное море, игнорирует любое обращение к нему требований об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море». Точка. Больше там ничего не написано. Дальше что мы имеем? Давайте вспоминать, что делала Российская Федерация. Российская Федерация, во-первых, физически блокировала корабли, Российская Федерация шла на таран, а когда корабли начали покидать территориальное море, то есть, по идее, исходя из статьи 30 из Конвенции ООН о праве на море, РФ должна была умыть руки и сказать «все, спасибо». Как говорится, выходите из территориальных вод, даже из тех, которые насчитают своими территориальными. Вместо этого Российская Федерация открыла огонь, попыталась провести задержание. То есть, признав, что она действовала якобы в соответствии с этой Конвенцией, Россия тут же сказала, что она ее, тут же показала своими действиями, что она ее и нарушает. То есть, это на минуточку возможность для дальнейших рассмотрений в том же самом Трибунале по морскому праву. Поскольку РФ нарушила подписанную и ратифицированную Конвенцию. А напомню, Россия там, конечно, ссылалась еще на федеральный закон о гранистах 1998 года, но, напомню, основы права. «Подписанный и ратифицированный международный договор, международный комменция, имеет большую силу, чем национальный закон». Если национальный закон противоречит международным обязательствам, изменяется не международный обязательство, изменяется национальный закон. Таким образом, Российская Федерация сама признала в том, что она нарушает международное право. Прекрасно. Далее, естественно, что трибунал рассмотрел вторую часть претензий, а именно оговорки при ратификации, сделанной Украиной в июле 1999 года и Российской Федерации в марте 1997 года, где и то, и другое государство заявляло, что они не признают процедуры, влекущие за собой обязательное решение для рассмотрения касаемо споров, выделенных военной деятельности. Российская Федерация также добавила военных судов, кораблей, самолетов и так далее, включая военные действия и правительственных судов. Окей. Но Российская Федерация, естественно, учитывая, что она при ратификации не признала распространение данной статьи на военные операции, на военные действия, логично с ее точки зрения было утверждать, что инцидент был военным, что Российская Федерация и заявляет. Она заявила, что это была типичная военная операция обоих сторон. Причем заявила, что Украина сознательно спланировала военную операцию, чуть ли не акт агрессии, секретную. Таким образом, военные корабли Украины вошли в территориальные воды Российской Федерации. То есть, как говорится, одно, что Россия говорит для своих граждан, совсем другое, то, что Россия говорит в международных судах. То есть, для граждан это были нарушители, а для международных судов, что два катера ничуть не угрожали территориальной целостности Российской Федерации. Что якобы Кремль вот такой вот, или по правительству Российской Федерации, это вот такой вот трусливый орган, который боится даже двухречных катеров. А что делает и что говорит Украина? Украина заявляет, что, ребята, на минуточку, в соответствии с договором 2003 года, наши корабли осуществляли мирный проход. То есть, да, возможно, была агрессия, но это была агрессия с точки зрения Российской Федерации и со стороны Российской Федерации. При этом Российская Федерация нарушала сразу несколько положений Конвенции о морском праве. И точка. А действие украинской стороны это был мирный проход. То есть, если нет военной составляющей с двух сторон, то можно говорить, что это была полицейская операция, либо операция правоохранительных органов с применением военной силы. И это, в принципе, основная аргументация украинской стороны. Что принимает трибунал? И вот трибунал, рассматривая эти документы, рассматривая эти вопросы, он делает несколько очень важных оговорок. Первое. Он утверждает, что, и принимает решение, тоже зафиксировано в документе, что мирное прохождение военно-морских кораблей, как таковое, неравносильно военной деятельности. То есть, согласно Конвенции о морском праве, любое прохождение военных кораблей, транзитный переход и правила транзитного перехода, и, соответственно, последствия правовые, они применяются ко всем судам. Ну, разве что с исключением, снова-таки, что военные корабли и команды военных кораблей пользуются полным иммунитетом. Следующий пункт, следующая оговорка, которую принимает трибунал и утверждает, что у него нет доказательства, Россия не представила доказательства о так называемом секретном вторжении украинских военно-морских сил в территориальные воды Российской Федерации. То есть, ну, проще говоря, на данном этапе Российскую Федерацию обвинили в Алжу. Точка. И третье, очень важное, то, что украинские военные корабли действовали в соответствии со своей трактокой договора 2003 года об Азовском море и Керченском проливе, которым гарантировалось мирное прохождение через Керченский пролив и свобода судоходства. В первую очередь, для военных кораблей, причем приоритетность для военных кораблей. И то, что позднее приняты Российской Федерации правила прохода, которые являются фактически подзаконным актом, они даже не являются законом, в принципе, они противоречат с точки зрения применения данной концепции. И что Российская Федерация нарушила нормы этого закона. В частности, трибунал отметил, что Российская Федерация держала, скажем так, наяков на стоянке в отстойнике украинских кораблей более 8 часов, чего она делать не имела права. И после этого, наконец-таки, финальное решение и, если можно так сказать, финальное определение. Финальное определение заключается в следующем. Сейчас зачитаю в русский перевод того, что решили. Первое. Голосование 19 голосов против 1, то есть решение принято. Три основных пункта. Первый пункт. Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли Бердянск, Никополь и Яникапу и вернуть их Украине. Пункт номер второй. Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинцев, 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину. И, наконец-таки, пункт номер третий. Что Российская Федерация и Украина воздерживаются от эскалации конфликта, должны продолжить спор в мирном русле, в том числе разбирательство в арбитраже. И вот насчет спора тут тоже интересный подход Российской Федерации, который пыталась затянуть время. Согласно норм трибунала, то есть если подается письменная жалоба, то теоретически государства могут вне трибунала продолжить спор дипломатическими методами. На реакцию, скажем так, на иск дается определенное время. Российская Федерация подождала последнего дня, потом заявила, что не удовлетворяют сроки и так далее и тому подобное. И уже в трибунале, давая документы, она заявила о том, что Украина отказывается якобы проводить спор другими методами. Но определение трибунала явно говорит о другом. Что Украина попыталась решить спор дипломатическими методами Российской Федерации. Отказалась де-факто и Украина воспользовалась своим правом в случае несогласия, либо в случае отсутствия прогресса со стороны другого государства, воспользоваться услугами трибунала. Что идет дальше? Дальше идет, что оба государства, это уже четвертое решение, и Украина, Российская Федерация, они обязаны по запросу высокого трибунала предоставлять дополнительную информацию, предоставлять дополнительные документы, которые считаются лесообразными для того, чтобы было вынесено окончательное решение по сути дела. Таким образом, подводим пока что черту, что мы имеем на сегодня. На сегодня есть решение трибунала по морскому праву о том, что украинские моряки должны вернуться на родину, а украинские суда должны быть освобождены. Чего нет? Нет пункта о том, что Российская Федерация должна отказаться от уголовного преследования российских моряков. Нет окончательного определения по сути самого происшествия, по сути либо агрессии, либо инцидента и так далее. То есть такого определения нет. Увы, нет в принципе определения, касающегося территориальных вод. Но в принципе это логично, потому что перед Украиной стояла задача вытянуть своих моряков, добиться такого решения. А вопрос по сути будет решаться позже путем предоставления дополнительных документов. Если говорить о территориальных водах, тут у Российской Федерации все плохо, потому что территориальным морем и границ территориальных вод, согласно международному праву, они отмечаются по так называемым основным, либо первоначальным картам, которые находятся в Организации Объединенных Наций. Как это происходит? Государство отмечает точки на берегу, отмечает 12-27-минную зону в море, то есть вот этих точек наиболее близкие географические координаты. Прочерчивает границу территориальных вод, отправляет генеральному секретарю ООН. Генсек, он отправляет это своим экспертам, которые смотрят, правильно ли проведены границы территориальных вод государства, и после этого создается так называемая эталонная карта территориальных вод. Проблема Российской Федерации состоит в чем? Ключевой вопрос. Признала ли Организация Объединенных Наций Анина Силклина? Нет. Соответственно, Российская Федерация не может по Крымскому берегу создать сетку координат и отправить эту карту. Даже если она отправит, она не будет признана. Возникает второй вопрос. Если в ООН эталонная карта территориальных вод и побережья Крыма, конечно, есть, которая была создана в Украине. И вот этот вопрос, по сути, я думаю, он еще будет обсуждаться. Главное, чтобы украинская дипломатия, но все-таки хоть немножко, скажем так, была более оперативна. Потому что, вот что меня смущает, это разнос дат, время задержания кораблей и подача жалобы всего лишь 31 марта. С другой стороны, использование трибунала по морскому праву, это достаточно интересный ход, и он уже принес результат. Остается всего лишь ожидать дальнейшего рассмотрения. И, что очень важно на будущее, пусть Российская Федерация не принимает участие напрямую в работе трибунала, она отказалась. Тем не менее, в постановлении трибунала признано, что юрисдикция его и распространяется на данное дело. Поэтому Россия может, скорее всего, вернуться в дело. И предыдущие истории говорят, что Российская Федерация вынуждена будет рано или поздно выполнить решение трибунала. И трибунал решил, что это подпадает под его сферу деятельности данный вопрос. Но, очень важно другое, что все документы отправлены сторонами трибунала, и все документы зафиксированы в решении трибунала. Они являются уже документами международного права. И они могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и по другим вопросам. А теперь возвращаемся к вопросу мирного урегулирования на Донбассе и так далее и тому подобное. В случае с данным рассмотрением мы имеем то, что Россия как минимум два раза напрямую заявила, что инцидент, либо атака кораблей украинских возле Керченского пролива, ну реально это уже в Черном море, это была военная операция. То есть Российская Федерация открыто признала, что оружие в руках военной силы посягало на суверенитет другого государства. Потому что, напомню, что суверенитет государства в первую очередь распространяется на военные корабли, идущие под флагом этого государства. Согласно определениям агрессии, принятым в ООН, Российская Федерация совершила акт агрессии против Украины. Исходя из этого, Украина, говоря и о Донбассе, и о других вопросах, она может дальше развивать тему и развивать тезис о том, что Российская Федерация государства агрессор. Чему это может привести? Это может привести к тому, что и в вопросах мирного урегулирования, даже широко обсуждаемый вопрос миротворцев и так далее, государство агрессор, оно не может быть участником, даже той же самой операции по поддержанию мира, не может посылать свой контингент, и оно будет серьезно ограничено. И в таком случае, да, для решения вопроса о тех же самых миротворцах, нужен голос России, либо чтобы Россия хотя бы воздержалась, но с другой стороны, это дает дополнительную возможность давления на Россию со стороны других участников СООБ без ООН. И естественно, то, что Российская Федерация так настойчиво говорит о военной составляющей этой операции, это снова-таки дает возможность и дает все аргументы для Украины вновь поднять на международной арене вопрос а. Крыма, б. деятельности России в Керченском прореве, в Азовском море и милитаризации Азовского моря. И в данном случае не будут утверждения всего лишь украинского МИДа, который Россия назовет голословным, а украинский МИД может взять официальные документы Российского Министерства иностранных дел, которые то по своей, скажем так, либо глупости, либо недальновидности, либо считая себя наоборот самыми хитрыми, отправили в Международный трибунал по морскому праву. На этом у меня все. Всего вам наилучшего, радости, счастья, улыбок. Ну и рано или поздно ждем украинских моряков домой. Я думаю, что, по крайней мере, это решение трибунала, оно существенно обнадежило их близких, родственников и сослуживцев. Еще раз, счастья, удачи, радости. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой канал. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok